Здравствуйте! Москва встречает сильнейших самбистов, встречает хорошей погодой, светит яркое солнце, удивительно тепло. Любопытно, что ровно год назад погода была совершенно другая. Было холодно, лежал снег, мы все были в одежде, заворачивались в шапки, шарфы. Но вот такая жаркая погода способствует и хорошим жарким схваткам, которые состоятся во вторник в универсальном спортивном зале «Дружба». Ну а сейчас я предлагаю переместиться в гостиницу «Аэростар», куда приезжают спортивные делегации, и пообщаться с некоторыми из участников Кубка мира. Наша белорусская команда в полном составе, на этот турнир всегда приезжает, даже сейчас подкрепились молодежкой, потому что он идет из один из сильнейших суперкубков мира, получается. Поэтому мы с удовольствием, полным составом и девичьим, и мальчишеским все сюда пощаем. Только что единственный минус боевого маловато еще, но еще поднаберем. Я после чемпионата мира поехал в Казахстан, там, в принципе, проиграл с первой схватки, не успел отдохнуть. Теперь я, в принципе, излечил травмы, набрался сил и готов рубиться, как чемпион мира на этом соревновании. Я чувствую себя немного уставшей, но могу сказать, что я в гораздо лучшей форме, чем раньше, и надеюсь показать здесь, в Москве, хороший результат. Со мной еще два мальчика в категории 68 килограмм, 74 килограмма. Последний выиграл не так давно открытый турнир в Бельгии, поэтому мы рассчитываем в Москве на успех. В нашей команде шесть человек, два мальчика и четыре девочки. Мы считаем, что мы в очень хорошей форме и готовы бороться за медали. Для меня это второй уже приезд в Москву. Я была здесь на европейском первенстве в 2012-м, и надеюсь, что эта поездка будет для меня удачной. Пообщались с некоторыми из участников Кубка мира. Я не заметил при стартовых волнения, и это закономерно, потому что все высокопрофессиональны. В общем-то, соревнования – это работа спортсменов, пожелаем им удачи. А сейчас я вас приглашаю в ЦСКА, это знаменитый армейский клуб. Там, во дворце спортивных единоборств, проходит судейский семинар, организованный Международной Федерацией Самбо ФИАС. Задача – подтянуть уровень судей до высокого международного класса. Обязательно, когда спортсмен подходит на консоль, вы просите спортсмена развести руки в стороны, и после этого свести руки перед собой. И смотрите дневную куртку. Данная конец ответа. Это семинар уже для судей-профессионалов, для судей международных категорий. И этот семинар призван обращать внимание на сложные моменты, которые возникают во время судейских соревнований. То есть, понятно, что люди знают правила, но спорт динамичен, жизнь меняется, возникают какие-то ситуации, которые требуют разбора. Если люди задают вопросы, если люди предлагают какие-то сами ситуации, это, наверное, является подтверждением того, что это им интересно и их это волнует. Для нас этот семинар особенно важен, так как в Японии в этом году принимают чемпионат мира, и чем больше мы усвоим, чем больше мы научимся, тем меньше ошибок сможем допустить во время столь важного мероприятия. Этот семинар для меня очень интересен. Мы можем обсудить различные сложные ситуации, давать свои советы, задавать вопросы и находить общее решение. Таким образом повышать наш профессиональный уровень. Регламент составен достаточно прозрачно, все правила понятны, что хорошо, но когда ты применяешь их на практике, неизбежно возникают вопросы. Именно для этого и придуман семинар, находить на них ответы. И сейчас, после практических занятий, вот эти судьи приступили к теории. И непосредственно эта теория подведет уже к самим экзаменам. Здесь есть судьи, которые претендуют на определенную степень. Если им повезет, если они сдадут свой экзамен, завтра мы их увидим на Кубке мира Мемориал Харлампева. Владимир Иванович, Татьяна Магай, Мария Маркова и Владимир Королев. Специально для новостей.